Грандиозный скандал вокруг Оксфэм уже ударил по бюджету благотворительной организации. От пожертвования отказываются и звезды, и рядовые доноры. Выживет ли этот проект, выясняла Светлана Чернецкая, она сейчас в Лондоне. Секс-скандал уже больно ударил по карману организации. За несколько дней более тысячи человек отменили свои ежемесячные пожертвования Оксфэму. Обычно в Великобритании желающие помочь нуждающимся устанавливают прямые платежи с карточки и ежемесячно на счет благотворительной организации автоматически перечисляется определенная сумма денег. Ее размер устанавливает сам благотворитель. Обычно это не колоссальные деньги, но регулярные. Отмена платежей последовала после масштабных разоблачений ужасающего поведения сотрудников Оксфэм. Они предлагали гуманитарную помощь в обмен на секс или же устраивали вечеринки с участием несовершеннолетних проституток. Сексуальная эксплуатация уязвимых людей и беззащитных детей никогда не бывает приемлемой. Но когда она совершается людьми, находящимися у власти, людьми, которым мы доверяем и которые должны помогать и защищать, это отвратительно. И это заставляет нас принять меры. В правительстве тоже серьезно думают над тем, чтобы прекратить финансирование Оксфэма. Это 34 миллиона фунтов в год. Но не хотят торопиться с решением. Все-таки эти деньги предназначены нуждающимся людям по всему миру. Так что пока министерство поручило провести полное расследование всех обвинений. Не дождаясь развязки скандала, от сотрудничества с организацией уже отказалась оскароносная актриса Минни Драйвер. Она помогала Оксфэм почти 20 лет и деньгами, и пиаром. Но разочаровалась в организации, когда узнала, что руководство покрывало сотрудников и не реагировало на жалобы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.